А для чего? А ты первый скажи, для чего мы живём. Да. А чтобы знать это, нужно обращаться не к человеку, а к Богу. А к Иисусу Христу, к Господню нашему, то есть Отцу и это. Вот смотрите. А ты носишь крестик? У меня вопрос вот. Сейчас, я скажу сначала, для чего мы пришли в это лаговище разврата, в рулетку. Чтобы рассказать, что есть выход отсюда, чтобы люди, веруя в Бога, получили прощение. Иисус был распят и в третий день воскрес. И всех прощает, кто приходит с покаянием и не возвращается на прежнее. Вот это главное. Говорите. У меня вопрос. Только без руганий, чтобы ни одного матерка не было. Хорошо. Не дай Господь. Вот вы носите крестик, правильно? Все верующие, грубо говоря, носят крестик. А крестик – это же распятый Иисус на кресте. Это же грех нас, людей, смертных обычных. Почему именно крест? Это символ любви Божией. Иисус говорит, нет больше той любви, как если кто душу свою... Распят на Христе. Пускай сатаной не играет ваш товарищ, потому что это никуда не денется. Для вас наступил день, когда вы можете изменить свою жизнь. Ну что, как обкуренный ломается. Скажи, чтобы не ломался. Мы с великой целью пришли сюда. Так, слушайте внимательно. Иисус Христос говорит, нет больше той любви, как кто душу свою пожертвует за друзей своих. Ну и так понятно. На абразуру бросится. Иисус умер, как ягненок, как агнец, принесенный в жертву на жертвенники. А жертвенником является крест. И когда крест смотрим, это полная самоотдача, это любовь. Даже скорая помощь идет и крест. Почему? А выше этой любви нет на земле. У них плюс. Там не крест, там плюс. Вот так. Поэтому и крест – это жертвенник любви Божией. Это плюс. Да. Он не знает, что эти пальцы… Вот он с пальцами играет, эти пальцы ему не нужны будут. Запомните это. Где? Он не понимает еще, что делает. Он дурит, обкуренный. Спокойся. Стойте спокойно. Он не может. Его сатана заставляет. А вы найдите в интернете маленький ролик. В интернете. Минут 12. Называется «Интерью с дьяволом». «Интерью с дьяволом». Видишь, как беснуется. Такой нет, но другие есть. Нет. А вы можете в храм зайти купить. Можете Новый Завет хотя бы купить. У меня есть только нерусский язык. Только на альмянском языке. Так вы христианин или кто? Да. У меня есть… Ну, вы же разговариваете, будете считать, и ваше знание будет повышаться в знании языка. Да. Евангелие дает ответ на главный вопрос, для чего мы родились. Для чего мы как должны прожить. Потому что все смертные, а умрешь, там повторить уже нельзя жизнь. Она один раз дается. Ну, само собой. Если человек не верит в Бога, у него надежды нет на спасение. А за смертью там только рай и ад. Вечное горение в огне. Сатаной. Да. Да. Вот если вы желаете больше узнать, то вы в скайп. В скайп, знаете, такая есть система. Да. Вот. Зарядите два слова. Игнатий Лапкин, это я. И вы на меня выйдете сразу. Я один с этой фамилией. Там я дам вам ответы на все ваши вопросы. Вот мы строим православную деревню. Здесь все люди православные. Нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Вот как. Хорошо. Вас как звать-то? Да. Для неверующего нет узды. Честно, мы не гадаем. Жена Владимира Ильича Ленина, Крупская, говорила, религия-узда для масс. Узду сбросили. И не знают, что делать сейчас. Не знают. Кому отдавать власть теперь? Новое поколение подрастает. Кроме блудая, пьянства и обжорства, наркотиков, ничего нету в башке. Нету. В пятом курсе, юридическом институте, университет, это факультет у нас в Барнауле, задают вопрос. Вот вы получите хорошую дозу с прокурором, будете взять взятки? Кажется, 80 тысячам процентов подняли руки. Будем. А другие не подняли по страху. Мне много пришлось судиться с властями. Я когда был освобожден, реабилитирован, я стал судиться. И по государственным расценкам у меня изъяли самую крупную в мире фонотеку я создал. 11 миллиардов рублей стоит. По тем деньгам, недоминированное. И 11 лет шел в суд, и я его выиграл. И вот это место, где я живу, два дома. Один мы под храм, а я отдал, а второй, где я живу здесь. А зачем вам деньги, если среди вас Бог? У меня нет денег. Я как раз тот человек, у которого нет. А зачем они пили вам деньги, если среди вас Бог? Деньги. Деньгами можно распорядиться. Зачем? Вы тут молитесь, и все. Вам деньги не нужны. Не, не надо, не надо. Написано, в поте лица ешь хлеб твой. В поте лица. Вы кощунствуете. Да, просто ешь хлеб, и все. Не надо деньги. Правильно? Не надо. Нужны хлеб покупать. Деньги в грех. За жилище платить. Деньги не грех. Вы кощунствуете. Деньги не грех. А неправильное распоряжение ими грех. А деньги не грех. Не правильно. И нож не грех. А подождите теперь. Вот теперь обосновывать можно по-другому. Да. Неправильное распоряжение, деньги грех. Не правильно. Неправильная трата. Трата. Когда человек крадет денег, все. Дай, 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 дай. А что мне интересно. Вот вы в церковь, да? любите? А почему церковь? Дай, дай, дай. Почему папы ездят на машинах? Почему они в цепях все? Так вот, слушайте, я отвечаю вам. Мы строим с нуля православную деревню, у нас храм. И у нас деньги с тарелкой не ходят. Понимаете? Слава Иисусу Христу! Мы пришли сюда с великой и радостной вестью, что Иисус умер и воскрес для нашего оправдания. Чтобы мы верили, жили для Бога. В радости. Видя нужду людей. Кто вы? Не слышно вас, совсем не слышно. Кто вы такой? Вы микрофон далеко от себя поставили, или как? А кто вы такой? Ни одного слова не слышно. Кто вы? У вас что, совсем не работает микрофон-то? Чуть-чуть там, как шепотом. Как вас зовут? Ничего не слышно. Ничего не слышно. Жалко. А то бы мы поговорили о Боге, о Вечности, о Душе. Я вам могу дать свои координаты, если вы пожелаете встретиться. Есть такая система, называется Skype. Skype. В Skype зарядите Игнатий Лапкин. Это я. Я вам отвечу на все вопросы. Я отвечаю на все вопросы. Тут много мусульман. Согласно написанному здесь. Каждую суру и аят, как рассматривать во свете Библии. Я не трогаю. Я просто показываю, как у нас написано, и как в той книге. В той книге, пятая сура, 47-й, 66-й аят, и говорят о нас. Называют. Мы, люди, Писания. А Писание в VII веке было одно, одна Библия. И там написано, Всевышний дал нам инжил. Вот в этой книге написано, пятая сура, 66-й аят. Дал инжил Евангелие, и чтобы мы по нему жили, не нарушали. Я это и делаю. Я нигде тут еще не говорю лишнего. Христос умер за грехи людей, взял грех на себя. Вот это самое главное, чего нет в других религиях. Спасителя мира нету. А он умер. И в третий день воскрес. Вот через три дня будет как раз воскресенье. То есть Христос воскрес. И 2020 год идет от Рождества Иисуса Христа. Плохо, что не слышно. Ну, пока все тогда. Игнатий Лапкин в скайпе. Находите. С Богом. Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Чтобы жили для Бога. Я знаю то, что Иисус Христос умер. Что Он воскрес? Что Он воздал? Да, Он воскрес в третий день. В третий день? В третий день воскрес. Почему называется День Воскресения? Я вижу, тут у Вас много чего хорошего, да, если Вы в букву? Ну, все хорошее. Библия есть. Мы верим в Бога. Написано в Евангелии от Марка, 16 глава. Кто будет веровать в Иисуса Христа и креститься в воде, спасен будет. После смерти будет в раю. Кто не будет веровать, осужден будет. Я согласен. Будет в аду. Я согласен с Вами. А вот Вы мне скажите, пожалуйста, когда человек уходит на небеса, когда его душа улетает, и когда она у него улетит, туда она улетит. Если она улетит, если, например, человек что-то хорошее сделал, его отправляют в хорошие места, да? Это написано в 2-е послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Всем нам надлежит предстать предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в жизни, в теле, доброе или худое. Да, доброе или хорошее, да? Да. И как бы он распределяет, куда он... Да, конечно. И она никуда не летит. Душу, а то ангелы берут или демоны. А, да? Как бы если он совершил что-то такое хорошее, его сразу... Ангел его забирает к себе, да? А вот самый простой вопрос, ответьте. Почему в рулетке пьют всё время? Пьют и пьют. Я не знаю, как бы, не знаю, почему пьют. Потому что, как бы, ну, не знаю, алкаши, потому что пьют алкаши. Нет, не алкаши, здоровые, нормальные люди. Потому что то, что здесь делается, достойно гиенна огня вечного. Они пытаются залить его сегодня. Ну, да, да, да. Как бы люди, как бы, если они здоровые, как бы, они, не знаю... Ну, а здоровые. Такая туша лежит, как свинья колхозная. Лежит голый. Ждёт бабу вонючую. Хорошая-то женщина разве придёт сюда? Хорошая? Хорошая. Вот поверьте, к вам хорошая женщина сюда, если придёт, а вы ей скажете вот это вот всё. Ну, вот мы говорим с разными. Мы им говорим, тут хорошего мужика ты не дождёшься. Здесь смотрят только для блуда. Тут процентов 90 мусульмане. Самое блудливое, трусливое, гнусное, всё здесь собралось. Тут всякие сидят. И мусульмане, и таджики, и чурки, и блядь, всякие. Если у вас будет желание встретиться, вы запомните два слова. Я вам дам ключ. Игнатий Лапкин. Это я. В скайпе. В скайпе вы... У меня... Игнатий Лапкин? Ага, Игнатий Лапкин. Я могу вас сейчас в скайпе найти. Да, я один там, один. Вы меня найдёте. Кроме того, у нас большие ресурсы. Здесь в Ютубе у меня канал есть. Самый большой, наверное, в Ютубе. 19 тысяч 800 роликов. Ага, Игнатий Лапкин. Ну, я вас найду в скайпе. Пожалуйста, всё на этом пока. Вас как звать-то? Меня зовут Никита Ульянов. Ну, хочу там в скайпе... Меня зовут Игнатий. Никита означает победитель. Так что, Никита, будь победителем над грехом. Не кури, не пей, не блуди. Нет, я не курю, не пью. Я спортом занимаюсь. Иди к Богу, в церковь православную. Сходи на исповедь. Я в церкви-то уже был. Я в церкви-то уже был. Да. Ну, всё тогда. С Богом. Ага. Спасибо вам тоже. Аллилуйя. Вас ждёт в будущем два варианта только. В Библии написано. Верующий в Сына Божия Иисуса Христа, иметь жизнь вечную в раю. Неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нём. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. И 16. Написано так. Кто будет веровать в Иисуса Христа и креститься, спасён будет. Кто не будет веровать, осуждён будет. Вот теперь сами изберите. Господь говорит, я предложил тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. Избери жизнь. Зачем тебе погибать? Наше будущее зависит от нас. Иоанн Златоц говорит, ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. А как вас звать? А скажи так. Стань на колени, где тебя никто не видит, или сейчас же. И скажи, Господи, помоги мне. Я верю, что ты умер за мои грехи. Прости мне всё, что я в жизни делал. Я не знал или совесть топтал свою. Прости, ибо за меня ты пролил кровь. Прости, я обещаю больше никогда на Старую Блеботину не возвращаться. И он прощает. Иди в Храм Божий, православную и святую церковь. Сходи на исповедь к батюшке. Не смотри, у кого какая машина. А вы, ну, спасибо, конечно. Как вас звать? Меня звать Лапкин Игнатий Тихонович. Город Барнаул, Алтайский край. Мне 81-й год. Можно, да, Тихонович, да? Да. Ну, знаете что, я потерял в жизни всех своих близких, которых любил. И у меня больше никого не осталось. И теперь мне... Я молился, и мне никто не помог. Я вам отвечаю. Господь распоряжается жизнью своей и других людей. Вот у меня жизнь, она очень непростая. Очень даже. Так не составить биографию. Мне всегда... Тихонович, я хотел бы перебить вас. Просто реально потерял всех своих близких. Я как раз отвечаю на этот вопрос вам сейчас. Вы не дослушали. Я христианин. И у меня тысячи друзей. Но я христианин так глубоко верю. И должен говорить правду. И поэтому у меня тысячи врагов. Мне 81-й год. А я каждый день встаю не позже 4.40. А с интернетом я встаю рано, около первого часа ночи. Шеста три только на разгрузку почты. Мы строим с нуля православную деревню. Брат у меня священник. С нуля. С нуля. Одна деревня на весь Советский Союз. Где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. У нас ни одного аборта нет. Ни одного развода. Я начальник детского лагеря. Ни один день, ни два создал сам лагерь. 48 лет. Ни рубля государство не дало. Мы подняли тысячи детей чужих. И которые от нас люди... Я верю, верю. Так а вы зайдите на мой... А просто как быть? Как верить... Верить, поверить, поверить Богу. Как верить Господу. Я молился. Я умолял просто-напросто Господя, Бога, чтобы не забирал у меня маму. Я забрал ее. И отца потом, через пять лет. Вам сколько лет? 41. 41. А мне 81-й. Мои года, мое богатство. Как их обиды поет. Как обращаться к церкви и так далее, что они забрали все равно у меня. Никто не забирал у вас. Это дело Божие. Они... Не надо так говорить. Они забрали. У меня тоже отец и мать умерли. Близкие люди погибли. А я для Бога молюсь и благодарю Бога. Написано, семикратно в день прославляю тебя. Семь раз встаем на молитву. После каждой молитвы, три святого, сто поклонов. И так получается девять раз за сутки. Вот тебе тысячу поклонов. У тебя эта дурнина-то выветрится. Ты поймешь, что Бог тебя любит. Бог тебя ждет. Ты приди к Богу. А ты на обочине один стоишь. И что тебе? Кто виноват? Ты зайди в церковь Христову. Зайдите по скайпу на меня, Игнатий Лапкин. В скайпе я один на весь интернет. И там мы будем беседовать. Я вам скину другие ресурсы. Я вам буду давать программу на каждый день. И у вас все изменится. Игнатий Лапкин. Два слова. Запишите по скайпу. Игнатий как? Лапкин. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин, да. Запишите, вы забудете. Нет, нет, не забуду. Забудете. Сейчас через пять минут уже не вспомните. Послушайте меня. Как вас звать-то? Меня зовут Юрий. Юрий? Это означает земледелец. Это Георгий, это имя. И Юрий так не крестят в церкви, а Георгий. Вот ты поши свою пашню, землю души взрыхляй. Сей доброе семя всегда. Пожнешь, что посеял тогда. День жатвы придет не замедлит. Пожнешь, что посеял тогда. Живи для Бога. Вставай рано. Мы в 4.40 всегда встаем. Молитва, чтение Слова Божия. У тебя сразу будут появляться новые люди. Пойди в храм. Бороду не трожь, выбрось бритву-то. Жена ушла, а то другое. Подкаблучники даже жену удержать не могут. Живи один и благодари Бога. Так не бриться или что? Не бриться. А зачем? Мужчина и женщина же разные. Вы посмотрите, какой бык, какая корова, баран, какая овца. У всех все разное. Мужчине Бог дал бороду, нормально. А у женщины, если растет, это какие-то гормоны сбитые. Вы посмотрите, в церковь зайдите. Христос, пророки, апостолы. Все до одного с бородами. Это знак власти моей над женщиной. Она должна бояться. Написано, что жена, да вы боится мужа. Она должна... Вот вы, правда, по моему, просто скажите, на мне что-нибудь есть? Нет? Порча или что-нибудь? Видите, жены тоже имеют основания. Мужики, как кобели безхвостые. Под каждую юбку лезут. Это никуда не годится. Ты должен быть верный. Смотрящий на женщину с вожделением, с пожеланием, уже преработеясь в сердце своем. Это заповедь Христова. Но я никогда не изменял своим девушкам. То есть, что хотел, то и брал. Что доставал, то мое. Да, но просто что-то вот такое вот стоит, как будто как-то потустороннее. Я вам сказал, Юрий, определенно, щетка, запиши, забудешь, Игнатий Лапкин. Вы выйдете, я вам окажу неоценимую помощь советом. И Игнатий Лапкин. И запиши в скайпе. Не в ютубе. В скайпе. А, в скайп, да? Это скайп. Скайп Игнатий Лапкин. Вы на меня выйдете. А если добавить в «Восвете Библии», в «Восвете Библии», ютуб-канал, в «Восвете Библии», вы сразу сейчас выйдете на мой канал. Он самый большой на весь интернет. У меня наших роликов 19 800. Общий просмотр 45 миллионов. Игнатий Лапкин. Да. И вы зайдете по скайпу, и уже сегодня можем переговорить. И вам все ресурсы скину. Мы утром стоим на молитву. Вы с нами на молитву можете вставать. И увидите, как у вас сразу появится много друзей, кому ваша судьба не безразличная. Хорошо, спасибо. Слава Иисусу Христу. До свидания. До свидания. Жду.